МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главные темы дня. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. Вышел в свет 43-й номер еженедельника Вестерн Армения. Сыны Западной Армении Месроп Маштоц. В ООН представили меры, предпринятые для обеспечения прав 30 тысяч детей, насильственно перемещенных из Арцаха. Международная ассоциация исследователей геноцида приняла резолюцию по вопросу Республики Арцах. Армянская фотография Иерусалима в 19-20 веках. Выставка в Венгрии. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 7 сентября с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Арменуи Саакян, представив речь президента Республики Западной Армении Лидия Маркуссян. Госпожа президент рассказала о значении и важности летнего университета. Также представила подробности конференции, посвященной богине Анейд. Предсекретарь представила речь президента Арминака Абрамяна, где президент рассказал о Совете по искусству, культуре и наследию, инициированном и подготовленном им, который будет утвержден подписью президента. Президент также сообщил, орден комитаса Вардапета готов. Он будет вручен тем, кто отличился своей творческой культурной деятельностью, добавив первый орден будет посмертно вручен Самвелу Карапетяну. Господин президент также представил три ценных ордена Республики Западной Армении «Дзимбуракан», «Поглас Нубар» и «Вардапет Комитас». Вышел 43-й номер еженедельника «Вестерн Армения», где представлены интересные материалы и исторические обзоры. В новом выпуске читатели могут ознакомиться с различными темами, которые имеют большое значение как для прошлых, как для настоящих событий и их развитий. Эхо тишины – непростительные воспоминания 1915 года глазами Катрин Боснуян. В статье представлены трагические события 1915 года и реакции на продолжительное молчание. Анализ Катрин Боснуян погружает читателей в глубины исторической памяти, раскрывая непростительные ошибки и явление на настоящее. Одна из важнейших тем номера – нынешнее состояние Дерсима, затрагивающее исторические корни, культурное наследие и актуальные проблемы региона. Еженедельник вновь подчеркивает важность возвращения армян в Арцах, отмечая необходимость возобновления этого вопроса в политической повестке дня. В новом выпуске также упоминается разрушительное землетрясение 30 января 1901 года, оставивший глубокий след в Виллоэте-Карно Западной Армении. В статье подробно описываются катастрофические последствия землетрясения. Армянская, английская и французская версии еженедельника доступны на официальном сайте Вестерн Армения ТВ. Сыны Западной Армении – Месроп Маштоц. Месропу мы обязаны в сохранении языка и литературы Армении. Если бы не его труд, этот народ был бы ассимилирован персами и сирийцами и исчез с лица земли, как многие другие нации Востока. Святой Мартин – Месроп Маштоц, создатель нынешней версии армянского алфавита. Основным первоисточником информации о жизни Маштоца является труд в житии Маштоца, написанный средневековым армянским историком Корюном. Месроп родился в деревне Ацекат-Сторона, недалеко от современного Муша. Стал придворным слугой и писцом. Католикос всех армян Саак, действуя по поручению царя Брамша Пуха, доверил Маштоцу создать новый армянский алфавит. Согласно народным преданиям, Маштоц записал, используя и по сей день алфавит после божественного озарения. Известно, что прежде чем изобрести свои армянские буквы, он много путешествовал и изучал другие языки. В результате глубоких научных исследований Маштоц создал свой алфавит таким образом, чтобы он легко отражал непростую фонетическую систему армянского языка и сделал это с таким совершенством, что армянская письменность оставалась неизменной в течение последующих 1600 лет. После создания армянского алфавита Месроп Маштоц вместе с учениками перевел Библию и путешествовал по Армении, набирая учеников и основывая школы. Поддав первый пример преподавания армянского языка на новом алфавите, основал монастыри, которые стали центрами обучения письма и науки. Первый из этих школ монастырь Амара в Арцахе до сих пор стоит. Без национальной идентичности, основанной на уникальной письменности, постоянно находившейся под гнетом различных империй, армяне были бы с легкостью ассимилированы. Алфавит стал тем принципиальным фактором, который позволил армянству сохранить свою культуру и идентичность, сделав нацию настоящим долгожителем, когда многие соседние народы просто исчезли с исторической арены. Месроп Маштоц был причислен к лику святых армянской апостольской и римской католической церквей. Католическая церковь отмечает церковный праздник святого Месропа 17 февраля. В ходе 97-й сессии Комитета ООН по правам ребенка состоялось обсуждение 5-го и 6-го совместного периодического доклада в Восточной Армении о выполнении положения Конвенции по правам ребенка. В составе делегации представители Министерства иностранных дел, юстиции, здравоохранения, внутренних дел, труда и социальных вопросов Министерства образования, науки, культуры и спорта Восточной Армении. Делегацию возглавила заместитель министра труда и социальных вопросов Татевик Степанян. Армянская делегация ответила на более чем 70 вопросов, детально предоставив предпринятые шаги в различных сферах контекста прав детей. Особое внимание было уделено необходимости защиты прав наиболее уязвимых групп детей. Члены делегации представили меры, предпринимаемые в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты для обеспечения прав 30 тысяч детей, изгнанных из Арцаха. 2 сентября 2024 года Международная ассоциация исследователей геноцидов, в состав которой входит музей Институт геноцидов, приняла резолюцию по вопросу Республики Арцах. Неофициальный перевод на армянский доступен на сайте музея. Резолюция признает следующее. Убийство и насилие против мирных армян Арцаха. Аресты руководителя Арцаха, выселение 100 тысяч армян в сентябре 2023 года, распространение антиармянской ненависти в Азербайджане, уничтожение армянского культурного наследия. Резолюция призывает Азербайджан освободить армянских военнопленных, выполнить решение Международного суда ООН, предотвратить дальнейшие нарушения прав армян, защитить армянское культурное наследие в Арцахе. Международное сообщество призывает защитить права Арцаха на самоопределение, гарантировать возвращение армян и признать совершенные против армян преступления. 20 сентября армянский отдел Католического университета имени Пазмони Питер Будапешти в сотрудничестве с Университетом искусств организует выставку и конференцию, посвященную Бакатуму наследию армянской фотографии Иерусалима. Выставка «Взгляд в вечность. Армянская фотография Иерусалима в 19-20 веках» пройдет в зале Аула Университета искусств Венгрии и представит историю армянской общины города и творческое наследие фотографов. На выставке будут представлены фотографии армянского квартала, портреты и религиозные обряды, выполненные армянскими фотографами. Фотографии для выставки предоставлены Музеем-Иститутом геноцида Ереван, Библиотекой Конгресса США, Библиотекой НУБАР Армянского благотворительного общего союза Париж и фонда Project Subphotograph Archive Boston. Выставка будет открыта до 9 октября, вход свободный. 21 сентября состоится конференция, посвященная армянскому фотографическому наследию Иерусалима с участием известных специалистов. Оставаясь верным своей миссии и зрителю, телевидение Западной Армении продолжает свою работу, используя инновационные подходы. Не занимаясь саморекламой, мы представляем важные события об истории, настоящем и будущем Западной Армении, затрагивая проблемы, волнующие армянскую нацию. Телевидение Западной Армении зафиксировало одно из важнейших достижений, выпустив еженедельник «Вестерн Армения», направленный на сохранение и популяризацию нашей истории, культуры и идентичности. Наше телевидение прозрачно представляет деятельность президента, правительства, национального собрания и других государственных структур республики Западной Армении, делая ее более доступной и понятной. Наши силы в единстве, вместе мы сможем создать сплоченную и процветающую Родину. Ваша поддержка, наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова